Прочаренные нервишешешуниваде, прочаренные Ташила Прабхупада, он занимается этой деятельностью, он проповедует послание Господа Шитане Гауры, Гауравани, его послание. А послание ему таково, что в этот век вражды, пороков, всего-всего-всего неблагоприятного, одно единственное спасение для людей это святое имя. В нем заключены все энергии, все энергии святого имени. И когда мы выходим на улицу, когда мы возбиваем святые имена, мы и люди вокруг, они слышат, не только люди, все живые существа, они слышат, слышат святое имя и они получают огромное вечное благо. И когда Шила Прабхупада узнал о том, что преданные однажды, они вышли на Сан-Кирпану воспевать святые имена в Нью-Йорке, они не выходили до этого на Сан-Кирпану, они вышли на Сан-Кирпану. Шила Прабхупада узнал об этом. Он сказал, подозвал их, сказал, теперь, каждый день выходите на Сан-Кирпану, каждый день воспевайте святые имена. Он был очень счастлив. И мы можем помнить об этом, и хотим удовлетворить Шила Прабхупада, чистого преданного. Мы хотим удовлетворить Господа. Господь, Он мог сам все сделать. Он самодостаточный, Он всемогущий. Но Он хочет дать возможность своим преданным, прославить Его, прославить Святое Имя и передать всем, всем, всем людям. И когда мы делаем это искренне и с верой, то, во-первых, мы сами растем духовно. И также все пространство вокруг нас очищается, вдохновляется. И люди, они видят Харинаму, они могут получить вкус радостной духовной жизни. Настоящей духовной жизни, потому что душа, она танцует и поет. По своей природе она танцует и поет, она, это ее качество. Он говорит и танцует, и танцует. Харикус на креме.